Всем привет! С вами я, Лена Смирнова. И как вы знаете, скоро у нас праздник День Учителя, и поэтому я предлагаю вам к нему подготовиться. Сегодня я расскажу, как сделать вот такую открытку для вашего любимого учителя. На вид это просто открытка, но на самом деле внутри здесь скрывается приятный презент. Давайте начнем! Берем лист акварельной бумаги, шоколадку. Измеряем шоколадку. А то же можно хоть шоколадный! Ее размер у нас примерно 16 см на 7,5 см. Поэтому размера нашей шоколадницы будет 17 см на 8,5 см. Так, мы берем линейку. Для того, чтобы делать сгибы, вы можете использовать канцелярский нож. Я уже показывала в предыдущих мастер-классах. Но его удобно использовать на открытках. На места, где нужно делать много сгибов, удобнее использовать инструмент для беговки. Но, к сожалению, у меня его нет. Если у вас его тоже нет, можно использовать обычную пилку для ногтей, либо спицу, либо пустую пасту. Начинаем отмерять. Берем 8,5 см. Проводим линию. Дальше сантиметр. Проводим линию. Дальше еще 8,5 см. Дальше еще сантиметр. Теперь нам нужно отмерить 8 см, чтобы у нас легко она закрывалась. И дальше отмеряем еще по сантиметру. 1 см на сгиб. И еще 1 см на то, чтобы у нас легко кармашек приклеился. Здесь можно уже лист отрезать. Это мы разметили ширину нашей шоколадницы. Теперь нам нужно отметить высоту. Высота у нас будет 17 см. Так, отмеряем здесь 17 см. И здесь 17 см. И здесь мы еще добавляем по сантиметру. И вот сюда. И здесь 17 см. И здесь 5 см. И еще 120 мин. Вот здесь. Все, дальше я начинаю все это вырезать. Все, теперь нам нужно отметить наш кармашек. Я хочу сделать его немного наискосок, поэтому кверху я отмеряю где-то 4 см. Вы можете сделать любое расстояние, все зависит от того, какой угол наклона вы хотите. Здесь снизу я отмеряю 8 см и провожу линию. Так, здесь также 8 см и провожу линию. Все, теперь я это все также вырезаю. Я вырезала вот такой прямоугольник. Это сейчас я пока украшаю нашу верхнюю часть. Вот такой прямоугольник. И вот такой, с фигурными декоративными ножницами из того же набора бумаги. Теперь я хочу их составить с помощью штемпельных чернил. И также я составлю сначала края заготовки. Музыка. 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 Я беру вот такую вот ленту. Отмеряю примерно так. Ну, сантиметров 15-20. Отрезаю. И также 15-20 см. То есть у нас получается 2 кусочка, 15-20 см. Рассчитывайте примерно на то, чтобы нам хватило, чтобы завязать бантик. Далее сзади я также обрабатываю наши края. Так, приклеиваю ленту. И сверху теперь приклеим вот эти вот наши прямоугольники. Также приклеиваю кусочки вот такого декоративного скотча. Небольшой кусочек вот сюда. И побольше вот сюда. Потом у меня вот есть такой маленький кусочек с нотками. Я вырезала его из набора. Вот такого. Вы можете взять, не обязательно кусочек с ноткой. Может быть, у вас есть какие-то небольшие кусочки, подходящие по цвету или по тону. Также я их состарила и приклею сейчас вот сюда. Вот из такого гофрированного картона с помощью вот такого дырокола я вырезаю бабочек. И края тоже обрабатываю штампельными чернилами. Честно говоря, у меня возникли некоторые проблемы с поиском надписей, подходящей для этой открытки. Таких надписей у меня, к сожалению, нет в наклейках, которые я обычно использую. Штампа у меня тоже нет. Поэтому я решила поискать в гугле, как можно сделать эти надписи. И нашла готовые надписи. Вот такие. Ссылку я оставлю внизу под видео. Это готовые надписи. Я их распечатала на струйном принтере на плотной бумаге. Вырезала. И обработала края штампельными чернилами. Далее беру небольшой кусочек вот такой ленточки. И у меня остался маленький кусочек вот такого кружева. Вот сюда я хочу добавить еще маленькую пуговку. Дальше вот сюда мы приклеиваем маленькую гусинку. Вот из такой бумажной тесьмы я оторвала маленький кусочек и хочу приклеить его вот сюда вот под ноты. Для того, чтобы у нас похожий цвет перекликался с цветочком. Итак, я вырезала еще два прямоугольника из той же бумаги, которую мы делали на лицевой части. Теперь, прежде чем их приклеить, я обработаю края штампельными чернилами. Теперь мы ее немножко подлежим к вашему. КОНЕЦ! МОЛИДЕЙ! УДА! 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 Для украшения внутренней части нам важно взять те же элементы, которые мы использовали на лицевой части. Поэтому я беру эту же бумагу. Из этой же бумаги я вырезала вот такой вот прямоугольник фигурными ножницами. Я приклеиваю примерно где-то вот на это место. Дальше нам нужно взять таких же бабочек. Будем использовать также декоративный скотч. Также сейчас мы все это обработаем. Продолжение следует... Вот такая открытка у нас с вами получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, расскажите друзьям, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Пока!